Всем добрейшего времени суток дорогие друзья, приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Вот и вышли наконец-то долгожданные карты RTX 3000, поэтому давайте в этом видео разберемся что именно нам показали Nvidia и стоят ли эти карты своих денег. Ну и также посмотрим на дату выхода и цены в РФ. А прямо сейчас вы видите новый дизайн RTX 3080, который точь-в-точь совпадает со слитым в сеть ранее. Ну а перед тем как начать не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. И давайте начнем ролик с программной части и быстро пробежимся по ней. В начале презентации Nvidia показала свою новую технологию Nvidia Reflex, которая призвана уменьшить задержку изображения и тем самым позволит нагибать еще больше киберспортсменам. Также под свою крутую технологию они с партнерами сделали новые игровые экраны на 360 герц и сколько будет стоить это добро вообще не ясно. Дальше они показали новую программу Nvidia Broadcast, которая с помощью искусственного интеллекта может творить чудеса. Например убирать шумы из микрофона, хотя это уже было раньше на картах RTX. Но самое главное это убирать фон и фокусировать камеру, если вы куда-то подвинетесь. В общем технология действительно крутая, если вы стримите и вам это необходимо. Причем настраиваться все будет в два клика и танцевать с бубном вам не придется. Далее нам рассказали про новую функцию машинема, которая позволит вам прикоснуться ко всем деталям игровой сцены. И теперь давайте уже перейдем непосредственно к самому Nvidia Ampere. Для начала нам показали как работает нынешнее поколение RTX при построении картинки. А затем показали что именно привнесла архитектура Ampere. И как видите производительность шейдеров увеличилась почти в три раза. Производительность RT ядер возросла практически вдвое, а тензорные ядра стали еще лучше. И вот именно это и было ключевым моментом презентации. Так как Nvidia нам ясно дала понять, что они выбрали путь наращивания производительности своих новых технологий, которые были представлены еще в прошлом поколении Тюринг. И они делают ставку именно на развитие технологии DLSS, которая и позволяет нарастить производительность в высоких разрешениях. Сам же Ampere выпускают Samsung по техпроцессу 8 нм. И в нем как и предполагалось стоит память GDDR6X производства Micron. Самый занимательный график презентации это показатель потребления. Как видите эффективность на ватт у новых видеокарт RTX 3000 больше. Но и сам график практически приближается к показателю 320 ватт. Но об этом поговорим чуть позже. А затем нам показали не менее интересный график, на котором показан прирост производительности самой трассировки лучей. И обосновали они свою ставку на увеличение производительности тензорных ядер бенчмарка Marbles. Для начала нам показали результаты Тюринга. Он 2 года назад смог отрисовать 25 кадров в разрешении 720p. А вот RTX 3000 уже смогли отрисовать 30 кадров в разрешении 1440p. По словам Хуанга это рост производительности в 4 раза. А вот еще одной главной фишкой презентации стала революционная как по мне технология загрузки текстур. Ранее, чтобы загрузить видеопамять все данные проходили через процессор и оперативную память, что давало неплохую нагрузку на сам камень во время смены локации. Теперь же Nvidia договорились с Microsoft и выпустили новый метод загрузки видеопамяти напрямую в обход процессора. То есть вы представьте, что теперь процессор будет еще менее нагружен. А значит какого-то Ryzen 5 3600 хватит вообще на года вперед. Хотя скорее всего это был необходимый ход, так как у RTX 3090 содержится 24 гига, который будет очень сложно и долго обрабатывать процессору. Ну и дальше нам показали RTX 2080 с новой системой охлаждения. Также наглядно показали как это будет работать и в целом это очень адекватное решение для большого ТДП. Также Хуан сказал, что видеокарты RTX 3000 получились очень тихими благодаря новой системе охлаждения. Но проверить это уже можно будет на практике. А вот что касается самой RTX 3080, то она получила 10 гигов памяти. И производительность в терефлопсах вы сейчас видите на экране. По заявлению Nvidia она вдвое быстрее, чем прошлая RTX 2080 Super. Также нам показали и RTX 2070, которая по производительности чуть быстрее RTX 2080 Ti, что однозначно круто. Она уже получит 8 гигов видеопамяти и немного другую систему охлаждения. Что касается разъема до питания, то он везде новый, как и планировалось. Но у западных блогеров уже есть видео, где карты спокойно работают через переходник от двух 8 пин. Правда с этим конечно начнутся приключения. Ведь переходник должен быть максимально качественным, чтобы он не расплавился. Но его скорее всего вам положат в комплекте. И под конец вам показали RTX 3090, которая получила сумасшедшие 24 гига видеопамяти и позиционируется как карта для гейминга 8К. И получается, что тот самый 4К гейминг уже становится доступным даже на более младших видеокартах. В целом это все, что касается конкретно презентации. Теперь давайте со всем этим разбираться. RTX 3090 появится в продаже 24 сентября за 137 тысяч рублей. RTX 3080 выйдет 17 сентября за 63 тысячи рублей. RTX 3070 придется подождать до октября и она будет стоить 45 тысяч рублей. Это цены, которые касаются референсных решений. Скорее всего кастомные варианты от партнеров Nvidia будут стоить немного дороже, так как охлады во всех картах придется ставить топовые. А насколько горячие референсные карты пока не ясно. RTX 3090 как и планировалось получила TDP 350 ватт, RTX 3080 получила 320 ватт, RTX 3070 получила 220 ватт. Примечательно, что на сайте Nvidia написано, что для старших видеокарт понадобится два разъема PCI Express 8 пин, а для 3070 всего один. И давайте разберемся с производительностью самих видеокарт. То, что нам Nvidia говорили всю презентацию про улучшение своих новых технологий, это конечно хорошо. Но давайте заглянем в ядра CUDA. И тут у меня просто отвисла челюсть. RTX 3070 получила 5888 CUDA ядер, что действительно больше чем 4352 ядра у RTX 2080 Ti. И даже не глядя в тесты, можно уверенно сказать, что она будет быстрее. Хоть у 2080 Ti и имеется более широкая шина и больший объем видеопамяти. Да и жрет она меньше электроэнергии чем у 2080 Ti. В общем это действительно скачок вперед по всем показателям. Это именно то, чего ждала индустрия видеокарт, когда топовые видюхи начали спокойно нагружаться самыми простыми процессорами. Основой технологии загрузки напрямую видеопамять теперь станет еще легче жить. Старшие же модели получили 8704 ядра CUDA у RTX 2080 и сумасшедшие 10496 ядер у RTX 3090. Очень странно, почему Nvidia умолчала эту информацию на презентации. Ведь после их графиков сложилось впечатление, что они просто улучшили тензорные ядра и RT-блоки, и из-за этого получили такой скачок производительности. Но нет, все намного круче, чем можно было подумать поначалу. В итоге мы имеем лучшие видеокарты на рынке, которые абсолютно выталкивают все прошлые поколения. Соответственно со временем мы должны увидеть падение цен как на новые карты, так и на БУ. Ибо RTX 3070, которая думаю доедет до конца года до РФ, явно должна опустить стоимость RTX 2080 Ti ниже 40 тысяч рублей. Но к сожалению, на мой взгляд не все так радужно с новыми картами. Ведь мало кто может позволить себе топовые RTX 3080 и 3090. А более доступная RTX 2070 100% будет стоить в районе 50 тысяч рублей, что все равно дороже RTX 2070 Super, которая в конце года может чутка просядеть в цене. И получается, что ждать более доступных решений придется все равно только в следующем году. Или ждать пока устаканится сына на RTX 3070 после старта продаж. В общем, все кто собирался себе покупать видеокарту, ни в коем случае не берите себе сейчас любую 2080 и 2080 Ti. Это сейчас бесполезная трата денег. А вот что касается 2070 Super, то в целом это неплохая видеокарта. Но ценник на нее явно должен опуститься. А если вы сейчас забладаете бюджетом на нее, то лучше придержите их до конца года и докиньте до RTX 3070. Но я бы не сказал, что ее покупка это выкинутые деньги, так как карта действительно неплохая и для 2к и 1080 ее более чем достаточно. А самой неплохой покупкой, как по мне сейчас можно назвать RTX 2060 Super. Это и не сильно дорого и даст вам комфортно поиграть до выхода RTX 3060 или чутка скинутой цены на RTX 3070. Ну а сами RTX 3000 получились более чем классные. Это было не просто выкатывание сырой технологии как два года назад, абсолютно новый переход на лучшую производительность. Стоит также сказать, что если вы планируете играть в 1080p, то думаю вам RTX 3070 будет просто за глаза, а лучше вообще дождаться 3060. Так как мощность архитектуры ампер явно избыточна для низких разрешений. И эти видеокарты созданы специально, чтобы уничтожить 2к и вывести планку на 4к. Ну а что касается самой топовой RTX 3090 и разрешения 8к, то думаю это роскошь на ближайшие пару лет. Потом вы уже точно не сможете играть в 60 фпс на телеке с таким разрешением. В общем впечатления от презентации у меня очень суперские. Скачок серьезно произошел, как в плане производительности новых технологий, так и в плане чистой производительности видеокарты, а именно ядер PUDO. И если бы вот таким был тюринг 2 года назад, то это однозначно было бы круто. Но как видите любой технологии нужно развиться перед тем как она войдет в обыденность. И теперь получается, что вся ставка с новыми технологиями позволила Nvidia доказать, что это просто необходимо для игр в высоком разрешении и качественной картинке. Если компания AMD не выпустит достойный аналог, а будет полагаться на программную трассировку лучей, то скорее всего она очень сильно проиграет конкуренту. А с таким довольно комфортным ценником зеленому чипмейкеру будет очень просто отжать весь рынок видеокарт. Так что ждем теперь ответа от AMD и будем надеяться, что он получится более чем достойный. Ну а если вам был полезен этот ролик, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать мне любой интересующий вас вопрос в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!